Здравствуйте! С вами Юлия Латэ. Сегодня мы будем создавать эко-рисунок. То есть мы не будем использовать краски, кроме натуральных красителей, натуральных продуктов. Для того, чтобы нарисовать задуманную сегодня картину, нам понадобится кофейный раствор, который мы получаем. Так как показано в предыдущем видео уроке, я для этого записала отдельное видео, чтобы не повторять в каждом уроке одну и ту же информацию. То есть это у нас просто очень-очень крепко разведенный растворимый гранулированный кофе. Он дает насыщенный такой почти черный цвет, такой темно-темно-коричневый, что позволяет добиваться контрастности в рисунке, варьируя от светлых тонов до почти черного, как я сказала. Кроме того, сегодня нам понадобится каркаден. Сейчас я с краешка рисунка покажу, какой цвет он дает. Вот. Это очень крепко заваренный напиток. Вот. Лепестки суданской розы. Обратите внимание на выбор бумаги. Мы используем с вами обычно акварельную плотную бумагу. И это тоже все рассказано, показано с примерами на той же страничке, где находится видео по приготовлению кофейного раствора. Ну, я повторюсь, у нас бумага плотная, акварельная, от 200 граммов на метр квадратный. Чем плотнее, тем проще работать, используя много воды, при необходимости решения каких-то наших с вами художественных задач. Чтобы бумага не коробилась, лучше так. И, в принципе, чем качественнее бумага, тем приятнее и интереснее работать. Почему я здесь, опять же, говорю подробнее о бумаге? Если каркаде использовать на бумаге разного химического состава, разного состава вообще, то может получаться разный цвет. От розового до голубовато-серого. То есть, от того, что сходит в состав бумаги, зависит тон. С приготовлением каркаде нет никаких особенных секретов. Я просто очень много везде всыплю на небольшое количество воды. Здесь где-то 3 столовые ложки сухого вещества. И кипятком завариваю настолько, чтобы вода буквально только покрывала листья. Только для того, чтобы получилось столько воды, с чего бы заваривалось. После заваривания еще чай у меня настаивается, чтобы как можно больше красчивого вещества перешло в воду. И потом я остывший чай использую. Даже лепестки не вытаскиваю. Они продолжают настаиваться. Они не мешают. Они не дают никаких крошек. Крупные лепестки в этом виде чая у меня. Я использую сегодня также воду, чтобы кисточки смачивать. То есть это все как обычно у нас. Чистые сухие салфетки, которые мне очень полюбились. Больше всяких тряпочек. Для кофейного и акварельного рисования мне нравится, когда есть салфетки под рукой. Убирать лишнюю влагу с листа или с кисточек. Про кисточки. Сегодня я буду использовать две синтетические кисточки. Одну широкую номер 14 кисточка у меня Кенотти синтетика овальная. В профиль она вот такая вот плоская. Очень удобная с овальным кончиком. Мне синтетические кисточки очень нравятся. Из-за того, что они не оставляют ворсинок на листе при рисовании, как это происходит, например, с белкой. С натуральными кистями. Еще у меня кисточка номер 3 Вернисаж от Гаммы. Тоже хорошая синтетическая кисть. Мне нравится эта кисточка круглая. И у нее острый кончик. Очень удобно им рисовать, даже выписывать тонкие линии. Поэтому специально еще тоньше кисточку я сегодня брать не буду, обойдусь двумя. Для того, чтобы нам начать рисовать сегодняшнюю панду-медвежонку на розовом фоне каркаде, я предварительно наношу небольшой эскиз набросок. Не используя карандаш в этот раз, я делаю легкий-легкий кофейный набросок. Совсем чуть-чуть беру кофе на кисточку, буквально там со стенки внутри баночки. Вот здесь есть такие следы кофейные. Я их чуть-чуть беру. То есть это получается совсем такой неяркий тон. И на всякий случай могу себя еще проверять на салфеточке. Так, ага, он совсем неяркий, можно использовать. Делаю набросок панды. Я, во-первых, прикидываю, где у меня будет проходить веточка. То есть какую-то композицию рисунка начинаю выстраивать. Вот у меня будет так вот идти ветка, на которой я расположу своего медвежонка. Медвежонок почти по центру рисунка будет. Вот какие-то там ответвления будут у этих веточек. Это мы попозже обыграем. Сейчас хотя бы так в целом прикинем композицию на листе. Медвежонок у меня вот... Примерно таким вот шариком начинаю рисовать головку. Вот, ну, не сильно все это прорисовываю. Просто чтобы прикинуть, где это у нас все будет располагаться. Вот. Пандик будет сидеть как-то так на ветке. Голову я нарисую побольше. Чтобы было более-менее как-то пропорционально. Очень хорошо использую слабый раствор кофе. Он легко вымывается с листа, когда он так вот тонко прорисован. И, в общем, дает нам уже возможность как-то эскизно пользоваться кофе. Видите, как можно его легко подсмыть. Все равно у нас здесь не будет чисто белый тон. Вот. Поэтому мы можем вот так вот кофе здесь применить. У медведя-панды там практически шеи никакой не видно, как у медведя вообще. И поэтому такая как-то даже не специально выделена отдельно такая круглая голова. Вот. Некая такая наподобие неваляшки без шеи. Вот. Получается такая вот... Такой куль. Вот. Мы его будем дальше уже прорисовывать. Но сейчас мы это все делаем просто для композиционного решения своей картинки. Вот. Картинка будет несложная. Я специально хотела записать именно серию коротких таких видео, где можно быстро и просто новичку сделать картину, либо открытку. Будет зависеть от вашего желания. От того, какой вы лист по размеру возьмете. Я широкой кисточкой и тоже слабым раствором кофе сразу сделаю ветку пошире, на которой будет сидеть панда. Вот. Мне будет легче с этой веточкой работать. Вот так вот будет толстая куда-то уходить. Здесь будет тот же. Вот. Пандик у нас будет... Наверное, еще вот так ветку пустим. Пандик будет держать одну ветку. Вот. Мы вот так держаться. Мы начинаем прорисовывать тоже пока очень так... Не детально еще, но вот прорисовывать у панды где-то вот лапы. Верхняя часть туловища у панды темная здесь мы оставим. Нижняя часть будет светлая, темные нижние лапы так же, как и верхние лапы темные. Вот, поэтому мы нижние лапы где-то здесь будем... Вот так вот дадим. Обозначим тут. Наверное, вы даже на память помните, как выглядит примерно панда. Это медвежок, медвежонок с белой головой, глаза обрамлены черными пятнами, такие как в очках, да, падают такие черные пятна на глазах, черные ушки. И мы это все можем уже немножечко прорисовывать. На головке я пока тоже ориентировочно посажу. Небольшие ушки. У медведей ушки короткие у всех. У белого медведя, у бурового. В общем, нет медведей с большими очень уж ушами. Вот так примерно у нас будет. Лучше увеличить. Уменьшать сложнее. Вот, морду панды примерно прикинем. Где-то чуть ниже центра головки я обозначу треугольный носик. Треугольник, острый, там, одной вершиной вниз. Пока так примерно. Вот, и еще пятна глаз. То есть вот эти вот такие опущенные, как бы, овалы, даже каплевидные пятна в разные стороны от носа. Так вот рисуем. По возможности симметрично, раз панда смотрит прямо на нас. Как бы так по задумке, вот. Затем мы уже здесь больше четкости добавим, прорисуем глаза. То есть вот эти вот пятна, на самом деле, я сейчас рисую очень схематично. Их можно поизучать по фотографиям животного. Можно их спокойно нагуглить, там, найти в Яндексе. И как раз, может быть, выбрать сюжет медвежонка, который вам больше понравится. От носа вниз я провожу короткую линию вниз. И начинаю прорисовывать вот ротик, такие две линии в стороны. Я их часто делаю не прямые, как есть у животных, а чуть-чуть, как бы, такие закрученные вверх. Получается, не очень натурально может. Не выглядит, как прям вот рот животного в действительности. Но это смотрится очень умильно и придает такое веселое выражение мордочки. Вот, чуть-чуть соединяю внизу эти две свои таких дуги маленьким еще ротиком дорисовкой. Вот у нас такой получается уже веселенький панда. Вот. Хотя у него вот так вот пятна глаз посажены, что мне всегда кажется немножко грустным. Вот, я немножечко здесь прикину, где у меня будут глаза банды. Вокруг них я еще затемняю круги. Сейчас мы будем постепенно набирать тон рисунка и добавлять каркаде. Я еще затемняю ушки. Причем я делаю это довольно такими рваными отдельными мазочками маленькой кисти, чтобы такое сложилось впечатление не однородного нанесения краски нашей кофейной, а такой чуть-чуть, как бы, такой чуть-чуть рваной, да, чтобы была показана фактура шерсти. То есть вот, не пытаюсь прям сильно все так однородно закрасить. Так, какими-то вот отдельными мазочками изображаю ушки. Заполняю. Для того, чтобы нам начать прорисовывать дальше, я укладываю шерсть панды по росту шерсти. Такие короткие штришки концом тонкой кисточки делаю. Она у меня вот позволяет тонкие детали прорисовывать. И я просто вот отдельные такие штрихи укладываю здесь вот по верхней части тыловища, где у него темно. Вот это дает такой вот эффект, немножко шерстяной. Вот, по лапкам тоже. Причем эта шерсть может после конца так в стороны торчать, чтобы, опять же, было видно, что панда у нас пушистая. Вот. Но для того, чтобы нам картину держать прорисованной, как бы, так, одновременно во всех местах, вот, я пока сейчас не буду много внимания прям только панде уделять, просто прорисовывать только его, я займусь одновременно и фоном. И фоном, и деревом, на котором панда сидит. Сейчас мы возьмем каркаде. Я промыла широкую кисточку в воде и макнула ее вот в чашку с каркаде. Я хочу сделать более ярко по краям рисунка тон. Вот этот чайный. Поэтому, начиная с углов, когда у меня, как бы, этой краски больше всего на кисточке, ну, самая яркая будет здесь. Причем можно по-разному этот тон, фон обыгрывать. Чуть-чуть я поправлю, чтобы видно было самый верх. Так вот, наверное, лучше будет весь лист умещаться. Можно весь лист здесь как бы затонировать от темных уголочков к более светлому сюда, к панде, тону каркаде. А можно побаловаться, например, делать какие-то подтеки. У меня лист стоит вертикально. В смысле, не расположен вертикально, а вообще он не лежит на столе, а стоит на мольберте. Вот, поэтому каркаде легко потечет. Вот я могу ему дать, подсказать траектории, по которым капли начнут стекать. Ну, и тоже вот это будет таким своеобразным обыгрыванием фона. Пусть даже вот такой вот яркий тон каркаде у нас будет с подтеками. А дальше мы немножечко еще добавим фон цветов, цветочков. Уже более как-нибудь нежно. Здесь я не буду делать такие капли, которые бы моего медведя залили. Не буду сильно провоцировать здесь течение над ним. Вот как-то так вот, наверное, будет вполне себе. Интересно. Вот такие вот штуки мы сейчас понапускаем. Вот, где-то у нас сильно это течет, где-то меньше. Пусть будет так примерно пока что. Я промываю кисточки. И сейчас могу нарисовать, немножко больше прорисовать дерево, на котором сидит медвежонок. Я беру кофейный раствор на кисточку, уже гуще, чем брала для эскизной прорисовки. И вот снизу бревнышко начинаю отдельными линиями наносить кофейный раствор. При этом я держу кисточку так, что рисую только вот ее вот этим плоским краем. То есть такие вот длинные линии, довольно тонкие могу проводить, чуть извилистые, изображая кору дерева, подрисовывая его. Пока я сейчас стараюсь не пересекаться вот с подтеками каркаде, чтобы, поскольку они не высохли еще, чтобы кофе с каркаде не смешался. Более детально все и ярко я буду прорисовывать вот, собственно, в центре, где находится наш медвежонок. Он у нас как бы главная часть картины, главная пока основная деталь. Вот поэтому, когда вот все отходит от него куда-то подальше, в сторону, мы уделяем меньше внимания прорисовке. То есть это где-то теряется туда ближе к фону, ближе к рамкам. Вот сюда немножко у меня уходит веточка, и мы сейчас сделаем ее цветущей. Добавим сюда сакуру, или там, не знаю, что-нибудь, там, не знаю, цветущий миндаль. Хотя миндаль это все-таки больше как бы невысокое дерево, больше на куст похоже. И мы все-таки, наверное, будем изображать сакуру, тем более это ближе к тем местам, где водятся панды. Итак, примерно у нас на заднем плане чуть-чуть меньше прорисовываю веточки, они более-таки слабого тонального решения у нас. Здесь еще пусть будет какая-то, может, не прямо вертикально, чтобы не перекликаться с подтеками, но как-то вот так. Над мишкой у нас что-то может быть, какие-то цветочки там над ним сейчас появятся. И вот чуть я сделала широковатую веточку сверху, поэтому придется мне немножечко сделать шире все, что ниже нее находится, потому что обычно ветки чем дальше от основной части ствола, тем тоньше. Поскольку я здесь сделала слишком толсто, то придется утолщать остальное пока уже ранее прорисованное. Но ничего, с такого дерева зато у нас панда не упадет, не сломается под ним ветка. Хорошо, мы сейчас еще чуть-чуть здесь утолщим. Причем вот я как бы с нижней части этого бревна делаю более темный тон. У меня там как бы тень, да, где-то у меня... Может это все вот так вот в тени находиться, поэтому быть темным. Куда-то у меня ветка уходит. И вот получается... Немножечко потом мы еще доделаем акценты на ветке, но хотя бы уже в первом приближении у нас что-то обозначилось. Далее я возьму кисточку тоньше, хотя можно и с широкой начать, чтобы прорисовать каркаде. Давайте начнем с широкой опять же кисточки. Я опять же смачиваю раствор, вымываю кисточку после использования кофейного раствора и смачиваю его в каркаде. И начинаю делать цветочки. Я их могу сделать как бы разной формы, потому что мы смотрим на цветы под разными углами. У сакуры цветки похожи на цветы яблони. Они... Сейчас я хотя бы на салфетке изображу. В принципе они выглядят вот как обычный такой пятилистник с овальными лепестками, сходящими к серединке. Очень, конечно, смешно нарисовано, но как бы схему цветка вы поняли. А дальше мы ее можем видеть под разными углами. Цветочек боком, там цветочек как-то там загнулся ветром, что-то там совершенно может меняться. Поэтому мы, помня о том, как в принципе выглядит цветок в анфас, начинаем такими отпечатками кисти, кисточки этой, ставить вот эти вот цветочки по веткам. Некоторые немножко у нас отходят от ветки, они будут на таком длинном, тонком... Как же называется этот стебелечек у цветка на деревьях? Под чашелистиком плодоножка, что ли? Ну, в общем, будет еще крепиться к ветке отдельной малюсенькой веточкой. Вот. Опять же, мы пока цветы можем рисовать довольно схематично и с разным количеством каркаде на кисточке. Где-то они чуть более бледные, где-то яркие. Потом мы отдельные элементы, отдельные акценты поставим тонкой кисточкой после высыхания каркаде. Каркаде набирает тон так же, как и кофе. С каждым новым слоем становится ярче. Поэтому мы сейчас все это как бы пока так изображаем набросково довольно и потом прорисовываем более четко. Цветы я укладываю не то, что там как-то в шахматном порядке, а так, чтобы это смотрелось как-то более естественно. Где-то гуще, где-то меньше, где-то вот какие-то отдельные как-то цветочки, на отдельной какой-то веточке. Получается довольно интересно, что у нас будет к фону к вот этому розовому ближе, больше гуще цветы. То есть, как бы, может быть, они будут уходить туда, как бы объединяясь в фоне. То есть, я где-то отдельные цветы туда ввожу. Вот так. Может быть, падающие лепесточки отдельные какие-то. Вот. Ну, пока начинаю вот набрасывать цветочки. Тут где-то у меня пять лепестков, где-то выглядит, может, как бутончик. Ну, чуть это вот все можно делать довольно легко и свободно. широкой кисточкой пока работаем. Дальше мы будем прорисовывать отдельные детали кисточкой потоньше. Ничего страшного, что у нас оставляют здесь мы белые пятна на фоне где-то. Пусть картина будет поликонтрастной, мы не будем все заполнять каким-то однородным фоном. Иногда это интересно смотрится, иногда я это использую, когда сначала наносится фон по всему листу. Вот, ну, вот здесь мы можем здесь вот, например, отдельный где-то цветок дать. Тут что-нибудь еще добавить. Вот как-то так мы решаем композиционно свой свой сюжет с пандой. После того, как фон стал более таким аляпистым, поскольку у нас добавилось много всяких отдельных цветочков, то чувствуется, что панда на нем начинает теряться. И, конечно, будет здорово добавлять в рисунок контрастности, то есть делать более еще темными ушки, более темными вот эти вот очки-глазки, темную лапу и так далее. То есть мы будем сейчас все это выделять и постепенно нанося тон за тон, слой за слоем, мы усиливаем тон. То есть в конце у нас должен получиться довольно-таки контрастный выразительный рисунок. Мы сейчас к этому придем. Я беру довольно густо кофейный раствор и опять прохожусь. Вот выделяю ушки. Уже все это у меня становится темнее сразу. Чуть-чуть затихну это себе своим голосом. Мешаю работать аккуратно. Бывает. так. Чуть-чуть мне хочется здесь сделать поаккуратнее ушко. И чуть-чуть поярче носик. он тоже темный выделяется на белой голове. У панды довольно ярко. Причем здесь мы не то, что прям вот белую-белую голову оставляем. У нас тут есть небольшая такая кофейная тоновость на нем. Вот это нормально, все хорошо. Оставляем ее как есть. На самом деле белые медведи они вовсе тоже не белые. Хотя они как бы так называются. Они зачастую имеют такой желтоватый оттенок шкуры. Чем старее матерее медведь, тем чаще вот эта шкура желтее. То есть вот этот белый цвет он такой довольно условный у медведей. И вообще вот где-то глазки я не сильно глаза акцентирую в принципе, потому что они на этих вот очках панды не сильно видны. Но мы их еще будем усиливать я думаю. Ножку, нижнюю лапу вернее. Нужен человек у нас. Не буду его так уж назвать в части по-человечески уж совсем. Так. Рисую довольно мохнато как бы это забавно не звучало. Для того чтобы показать фактуру шерсти я делаю такие вот эти короткие движения кисточкой иногда вот выходя за пределы обриса лапы чтобы вот эту шерсть показать. Нога у нас одна там другая тут лапа а не нога я опять за свое. Даже по белой части панды здесь я провожу вот эти вот волоски по сторонам вот чуть-чуть отдельные какие-то волоски даю посередине туловища просто чтобы обозначить фактуру шерсти да она мне все равно получается светлее чем эта остальная часть затемним дальше еще и верхние лапы продолжаем затенять панды те части которые у нее действительно черные темные здесь верхние нижние лапы нам следует затемнить я прорисовываю шерсть по краям лап условно по краям где у нас абрис этого заканчивается там у нас сейчас и края вот шерсть там такая темная что я могу смелее добавлять больше тон кофе ярче насыщеннее чтобы вот эту вот темность действительно попередать показать вот хотя бы так дальнюю от нас лапу мы прорисовываем меньше пусть так сильно шерстинки будут может даже и неприметны вот как-то так у панды голова не прямо такая круглая да может чуть-чуть можно нарисовать как такую приплюснутую то есть чуть-чуть вытянуть в стороны ну да на самом деле выражение мордочки у этих зверей может быть как и у всех других разное там да у звери выглядят так же как и люди немножко отличаются друг от друга какие-то есть свои черты лица у людей у всех и так же у животных есть некие свои особенности так же и по форме головы и по выражению глаз может быть много всего я сразу же хочу нарисовать у панди усики так мне уже захотелось кончиком тонкой кисточки маханула чуть-чуть затру свою кофе толстая линия получилась я хочу ее чуть-чуть подстереть подпилить влажной кисточкой и когда чуть-чуть здесь пятно подсохнет тогда я уже усики прорисую и с левой стороны так пока я тогда продолжу затемнять части панды делать более ярким наш рисунок более выразительным оттого что я капнула ничего страшного оттого что я соблюдаю направление шерсти по росту шерсти смотрится это более естественно я удачно капнула попала на дерево кофейной краской вот как раз я здесь и планировала еще выделить тоном вот получилось такое спонтанное переключение с панды на вот эти вот деревяшки пройдемся по ним сделаем все у нас более контрастно более выразительно линии я рисую неровные где-то они на дереве где-то волнистые где-то короткие где-то подлиннее так вот где-то вот какой-то пенечек такой может быть отломанная веточка подлиннее а то она непонятная вот то есть это можно так на свое усмотрение довольно свободно прорисовывать еще мы сразу можем немножечко пройтись по цветам к панде мы еще вернемся стоит еще еще ярче делать но сейчас цветы у нас немножко подсохли поэтому можем их немножечко акцентировать мы не будем прорисовывать каждый цветок но то что находится ближе к панде ближе к нашему центру рисунка мы сделаем более выразительными когда мы берем крокодей снова и снова накладывая слой за слоем то у нас получаются более четкие контрастные края например мы на каких-то лепестках просто делаем такую неровную обводку края то есть где-то у нас чуть потемнее где-то чуть посветлее но в целом цветок становится выразительнее где-то мы низ какого-то лепестка усиливаем тоном как бы затемняем как будто бы он там у нас где-то в тени где-то все довольно неоднородно прорисовку делаем чтобы у нас не были лепесточки все одинаковые цветы это очень живо вообще в природе мало чего такого прям строго симметричного можно отыскать вот обычно какие-то вот цветы что-то где-то как-то может ветром шевелиться где-то какие-то неровности иметь то есть в принципе асимметрия в природе встречается довольно часто и это смотрится довольно живо нормально то есть если что-то у нас неровное нас не только не должно пугать но это в принципе ровности какой-то выхолоченности линии даже избегаем так я немножечко прорисовываю еще отдельные лепесточки далее когда наши цветочки немножко подсохли после проработки мы можем используя кофе с тонкой кисточкой сделать такие серединки у цветков я приблизила часть картины чтобы показать серединку цветка поближе как мы это делаем я тонкой кисточкой кофейным раствором ставлю несколько маленьких точек в серединке цветка например так здесь это у нас будут тучиночки от них короткие палочки к центру цветка ну как будто на них сбоку цветок повернут вот этот к нам вот так вот от него где-то там идет вот палочка такая вот от этого цветка тоже у нас вот он будет вот так как-то там идти вот серединка там у него почти скрыта но мы ее так чуть-чуть тоже обозначим где-то у него этот чашелистик что-то такое там подрисуем здесь возможно бутончик я ему так уже могу немножечко переместить здесь бутончик я ему тоже вот этот чашелистик подрисую вот так чуть детальнее добавим опять серединка точки и короткие палочки к центру здесь как будто у нас вообще серединка не видно она скрыта да здесь мы можем поиграться в общем все серединки должны выглядеть по-разному мы на цветы смотрим под разным углом где-то вообще если цветок прям как будто бы к нам повернут мы нарисуем только точки тычинки без палочек вот например тут тут мы немножечко оживляем свои цветочки делая их оживляем их тычинками делаем их такими более натуралистичными где-то могу даже с помощью кофейного раствора который у меня уже не очень такой насыщенный остается на кисточке чуть-чуть сделать обводку лепестков чуть-чуть где-то усилить может быть для контрастности я еще немножечко поперемещаю приближенную камеру чтобы можно было видеть работу над серединками вот такие какие-то палочки вот здесь вот у нас внизу тоже есть цветочки тоже мы прорисовочку небольшую сделаем ну вот хотя бы уже частично цветы у нас получаются ожившие и оставляю ракурс приближенным можем немножечко еще проработать глаза панды я их еще затемняю делаю все дело у нас получается контрастным пока пятна здесь вот возле глаз у нас подсыхают мы не будем ставить зрачок я по подсохшему зато вот этой нижней части лица еще подрисовываю усики по подсохшему местечку как раз там где у меня получилось сначала слишком широкая линия я поставлю вот наконец тонкие линии вот как-то примерно такие усишки у нас получаются затем я еще немножко могу затемнять лапы панды проходить по дереву немножко делая его более контрастным в общем доводить рисунок до такого общего выразительного состояния добавляя детали какие-то я смотрю у меня например на нижней лапе не хватает той же насыщенности тона что и вверху я здесь добавляю темность где-то там на той второй лапе вот например я могу с вами вместе сделать еще несколько легких подрисовок цветков мы можем прямо слабым каркаде сделать совсем такие почти белые лепесточки пусть они у нас тоже будут какие-то светлые цветы цветки по-разному могут выглядеть и пусть они у нас отличаются пусть разнятся на вот этом фоне где у нас каркаде по углам можно более ярким каркаде например прорисовать какой-то цветочек чтобы сделать глаза панды более выразительными я все-таки их должна прорисовать в конце концов поставить вот эти вот сами зрачки вот они у нас на темном фоне почти незаметны но мы можем поступить двумя способами либо мы ставим темные пятнышки потом по подсохшему высветляем их мокрой кисточкой до белого тона вот либо эти пятнышки мы делаем настолько насыщенным прям ставим густую кофейную каплю что она блестит сама по себе то есть блик в ней получается из-за того что она густая объемная вот это если кофе разведен очень крепко настолько густо как рекомендовано в видео и собственно говоря на этом мы с вами в этой картине можем уже остановиться можно еще чуть-чуть после высыхания полного каркаде доработать цветочки можно еще усилить слоями вот можно вот но не обязательно уже интересная такая получается картина с пандой сидящей на ветке сакуры может быть это не самое подходящее место для панды можно было нарисовать где-то ее рядом с бамбуком но у нас вот поскольку сейчас я записываю этот видео урок для вас в преддверии весны остается только февраль уже он идет и такая картина уже с настроением весенним хочется чего-то такого вот я вам желаю творческих успехов творите рисуйте до встречи в следующих видео с вами была Юлия Латте всем пока-пока